Сказать, что за это сложились очень добрые, хорошие традиции, прекрасные моменты. Бог присоединял тысячи и тысячи людей, которые приходили, присоединялись к Церкви Божией. Вместе с тем стало известно, что существуют определенные, так сказать, перекосы, изъяны в нашем евангельском учении. И, конечно, когда я говорю о кривизнах, когда я говорю о перекосах, кто-то из вас может сказать, давай мы на эту тему поговорим, потому что я считаю, что это нормально. Но я хочу сказать, друзья, что есть несколько моментов, которые я хотел бы высветить вот здесь, сейчас. И в прошлый раз мы говорили о том, что раньше мы так понимали, так верили, что если в твоей жизни произошла какая-то беда, если с тобой плохо поступили, если ты пережил отвержение, и у тебя боль, боль души, боль раны, то Господь Иисус исцеляет тебя, но для того, чтобы ты получил исцеление, тебе недостаточно просто принять Иисуса. Тебе необходимо вернуться туда, тебе в то место мысленно простить своего обидчика и просить у Господа, чтобы он восстановил тебя. Мы и сейчас верим так же, только я заметил за эти годы, что есть люди, которые постоянно это делают. Другими словами, они как привязали себя к какому-то переживанию, которое было у них, и уже годы прошли, а они все еще там, они все еще прощают, и если вы начнете говорить с ними о прощении, у них слезы появятся, они чувствуют боль, они снова переживают. Я называю это поглаживание своих ран. Где-то внутри их, в их мыслях, в их сознании, есть то место, куда они постоянно скатываются, куда они постоянно возвращаются, и постоянно поглаживают себя, поглаживают ту боль, ту рану, которую им причинил кто-то. Некоторые христиане все еще верят в том, что существует в их жизни проклятие, что Иисус, которого они приняли, этого недостаточно для того, чтобы проклятие было разрушено. Они постоянно разрушают, и разрушают, и разрушают, и разрушают это проклятие, и снова верят в то, что они снова находятся в этом проклятии. Есть такие понятия, как внутриутробные раны, другими словами, что человек до рождения был нежелаем и родился уже с этой печатью, с этим отпечатком отверженности, нежелательности, и они идут по жизни. Другими словами, когда они узнали об этом, они нашли себе извинение, что я, собственно говоря, это невиновен. То есть, если кто и виновен, то, скорее всего, Бог виновен. Или родители мои, я не могу быть таким, как все, я не могу получить благословение. Я называю это учение неистинным. Я считаю, что жертва Иисуса Христа, полнота Божия, которую мы принимаем в Иисусе Христе, этого достаточно, чтобы твое проклятие было разрушено, чтобы твои раны были исцелены, чтобы ты перестал поглаживать себя в том месте, где болит, чтобы ты поднял свои глаза и устремил свой взор на Иисуса Христа и шел за Ним, не оглядываясь назад и не возвращаясь к этому. Я хочу еще раз процитировать тот текст, который мы взяли в основание тот раз. Апостол Павел говорит посланник Ефесянам в третьей главе, и он говорит с 18 стиха такие слова, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение, любовь к Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божией. Здесь очень важный этот момент. Всею полнотою Божию. Не частично, а всею полнотою Божией. Друзья, я хочу сегодня с вами дальше эту мысль продолжить, и я хочу говорить сегодня о сердце, о нашем сердце, о том внутреннем органе, который Библия описывает в сердце, как центр нашей духовной жизни. Давайте откроем Евангелие от Матфея, 22 глава, с 35 по 40 стихи. И я буду читать здесь такие слова. «И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоей, всем разумением твоим, сия первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобно ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя». На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. В тот раз мы говорили о том, что Иисус сказал, «Возьми крест свой, отвергни себя, то есть не люби так сильно себя, потеряй себя, отдай себя, расточи себя, пожертвуй своим временем, своими силами, но отдай себя, отдай себя Господу целиком и возлюби ближнего своего так, как самого себя». Друзья, а что, если не получается всем сердцем возлюбить Господа? А что, если я люблю Господа, но я и себя так сильно люблю, что, собственно говоря, трудно сказать, я и Господа люблю, и себя люблю, и поспать люблю, и поесть люблю, и удовольствие люблю, и поотдыхать люблю, и работать не особо люблю. Я, ну, и Господа люблю, и церковь люблю, все люблю, и все как бы на одном уровне, и тут трудно сказать. Вы знаете, друзья, хочу сказать, что в таком случае Раньше или позже ваше сердце будет прилеплено к чему-либо или кому-либо, и это называется идольство. Я хочу сегодня остановиться на этом. Идольство в рядах христиан, идолы в сердцах у последователей Иисуса Христа, или кумирство, или идолопоклонство, или обожание. Так незаметно мы начинаем служить чему-то и больше поднимаем какую-то идею, какую-то мысль какого-то человека, конечно, любимого человека, близкого, родного человека, или может быть что-то еще, предмет даже какой-то поднимаем больше, выше, нежели Господа. Я хочу вместе с вами немного остановиться и постоять на книге пророка Иезекииля, 14 глава, в 14 главе. Я попрошу вас, откройте, я первый раз в жизни буду проповедовать с этой главы, она всегда для меня казалась такой, как не для проповеди, но здесь есть столько мудрости, и здесь есть очень ясные послания от Бога. Итак, Иезекииля, 14 глава, я буду читать с первого стиха. «И пришли ко мне несколько человек из старейшин Израилевых и сели перед лицом моим». Старейшины Израилевы – это как старшие, это как служители церкви, это как старейшины в церкви, и в те дни Иисуса Христа, ими можно было бы назвать фарисеев или саддукеев. «Пришли люди, знающие закон, пришли люди не чужие, недалекие, пришли воцерковленные, так сказать, люди, пришли лидеры, пасторы, старейшины Израилевы к пророку Божьему и сели перед его лицом. И было ко мне слово Господне». Пишет сам пророк, интересно, да? «Сын человеческий, сие люди допустили идолов своих в сердце свое, и поставили соблазн нечестия своего пред лицом своим. Могу ли я отвечать им?» Представляете картину, да? Он смотрит на лидеров народа, на старейшин Израилевых, и слышит, как Бог говорит ему, «Эти люди, у них в сердцах есть идолы, они допустили идолов в свое сердце. Буду ли я им говорить?» Дальше читаем. «Посему говори с ними и скажи им, так говорит Господь». Тем не менее, Бог говорит им, да? «Если кто из Дома Израилева допустит идолов своих в сердце свое, своих, это означает, у каждого из нас может быть свой идол. У меня может быть мой идол, у тебя может быть твой идол, у кого-то еще какой-то идол. Знаете, там есть одна история в Библии, когда человек по имени Ахан, когда он переступил заповедь, и он взял, там была война, он взял одежду красивую, прекрасную, и там такие слитки золота, серебра он увидел, ну и не смог устоять, просто взял и спрятал у себя в шалаше своем, это было вот там в пустыне, возле Ерихона. И когда дошло дело до него, и его пригласил Иисус Навин, и спросил у него, скажи, что ты сделал? его слова были следующие, полюбилась мне, полюбилась мне, мне так понравилось это, что я не смог устоять, мне так сильно мне хотелось, я просто не смог устоять, полюбилась мне, поэтому я взял, и он описывает, прекрасную синаарскую одежду, чувствуете, прекрасную, другие прошли мимо, а для него это прекрасная синаарская одежда, он взял ее, поэтому здесь написано, они допустили идолов свои, для тебя может быть это что-то особенное, ой, такая квартира, ой, такая машина, ой, такой мой пупсик, ой, такой мой золотой мальчишка, ой, такая моя девочка, аналогичных вообще, подобных в мире нет, мой ребенок самый лучший, или мой муж самый лучший, или моя жена самая лучшая в мире, или моя церковь самая лучшая в мире, ну я тоже так думаю, да, но это не идорство, но я хочу сказать о том, что на самом деле, друзья, Иисус самый лучший, Иисус самый лучший, вот, и его царство, которое много церквей включает, соединяет и объединяет, вот, его царство, оно по всему лицу земли, но я хочу сказать, что они допустили идолов своих, в сердце свое, и поставит, а если кто из Дома Израиля допустит идолов своих, в сердце свое, и поставит соблазн нечестия своего перед лицом своим, то есть мысли постоянно возвращаются к этому, ты все равно где-то имеешь особое место, в твоем сердце есть что-то особенное, особое место, которое ты отвел для своего идола, и придет к пророку, то есть сделал это, вот место в сердце уделил, в какую-то иную категорию возвел что-то, прям вот, 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 это вот просто круто и все, то есть, и потом ты приходишь к пророку, то есть приходишь к Богу, Бог говорит, то я, Господь, могу ли при множестве идолов его, могу ли говорить, как бы, да, то есть, если кто скажет, то есть, могу ли при множестве идолов его, сейчас, минуточку, я в подлиннике прочитаю, дать ему ответ, могу ли я дать ему ответ, пусть Дом Израилев поймет в сердце своем, что все они через своих идолов сделались чужими для меня, ой, какое слово, по всему скажи Дому Израилю, так говорит Господь Бог, обратитесь, отвратитесь от идола ваших, от всех мерзостей ваших отвратите лицо ваше, ибо если кто из Дома Израилева и из пришельцев, которые живут у Израиля, отложится от меня и допустит идолов своих в сердце свое, и поставит соблазн нечестие своего перед лицом своим, и придет к пророку вопросить меня через него, то я, Господь, дам ли я ему ответ от себя, я обращу лицо мое против того человека, и сокрушу его в знамение и притчу, и истреблю из народа моего, и узнаете, что я Господь. А если пророк допустит обольстить себя и скажет слово так, как бы я, Господь, научил этого пророка, то я простру на него руку мою, и истреблю его из народа моего, Израиля. Здесь ответственность пророков, ответственность служителей Божьих, которые должны говорить правду, даже если она режет глаза, даже если она очень-очень неприятная. Он говорит, а если вы типа загладите это, то я подниму или простру руку свою на такого пророка, истреблю его из народа моего, Израиля, и понесут вину беззакония своего. Какова вина вопрошающего, такова будет вина и пророка. То есть и служитель будет так же виновен в этом, чтобы впредь дом Израилев не уклонялся от меня, и чтобы более не оскверняли себя всякими беззакониями своими, но чтобы были моим народом, и я был их Богом, говорит Господь Бог. Друзья, я хочу показать вам три момента здесь, в этом тексте. Прежде всего, давайте поговорим о том, что такое идол в наши дни. Я задал этот вопрос нашим старейшинам и получил много разных ответов. Я некоторые из них хочу прочитать. Это может быть внешний вид. Ты очень заботен, чтобы выглядеть красиво. Это может быть популярность в виртуальном сообществе. Проверять, кто лайкнул твой комментарий, а кто нет. Это может быть какая-то вещь. Телефон, или автомобиль, или обувь. Мой знакомый, пишет один из наших братьев, намывал свой автомобиль при любой помарке. Телефон, или обувь. Телеканал ТБН ведет свое вещание 24 часа в сутки. Более чем в 180 странах мира. Телевидение без насилия – это телеканал для всей семьи, который расскажет вам о личностном росте, семье, здоровье, финансах, духовности, отдыхе и других сферах вашей деятельности. Наш канал создан, чтобы вдохновлять, мотивировать и просвещать телезрителей по всему миру. С нами вы научитесь жить полной и насыщенной жизнью. Пусть телеканал ТБН станет вашим лучшим другом в самых насущных вопросах. Скачай мобильное приложение ТБН на iOS или Android. Получи быстрый и удобный доступ к онлайн-просмотру эфира, видеоархиву программ и последним новостям, а также возможность отправить молитвенную просьбу или задать вопрос. Зайди в Play Market, App Store или Google Play. Набери в поисковой строке ТБН. Скачай наше приложение на свой смартфон и наслаждайся любимыми программами в бесплатном приложении телеканала. Продолжение следует... Вы можете без регистрации из любой точки мира и на нескольких устройствах с помощью одного сервиса Пирс ТВ. Просто скачайте приложение и наслаждайтесь просмотром. Ваши дети будут в церкви. Не пропускайте собрание. Помню, отец брал меня в 6 часов утра. Мы вставали, выходили из дома в 7 часов утра. Уже было начало собрания. Я не помню, чтобы когда-либо отец разрешил мне просто дома проспать собрание. Он поднимался и ввел меня в церковь с самого утра. Друзья, это очень важно. Итак, мы говорим о том, что такое идол в наши дни. Я хочу сказать, что для многих родителей идолом стали свои дети. Ой, у меня столько проблем было в жизни. Я так страдал. У меня столько было нехватки денег. Я сделаю все, чтобы мои дети этого не пережили. Это мнение родителей. И они отдают себя. Они родили ребенка. Но нам нужно помнить, что Господь дает внутрь ребенка жизнь, дает дух. Дух приходит от Бога. Тело они унаследуют от нас. И Бог позволяет нам воспитывать их. Но вдруг родители, вдруг мы начинаем отдавать себя им настолько сильно, что мы возводим их в ранг идола. Мы просто служим нашим детям. Мы просто выполняем любые капризы наших детей. Мы просто делаем все то, что просит ребенок. Не знаю, как ваши дети, но наши дети с Наденькой, когда они были маленькими, они уже имели свою волю. Они уже имели характер. Помню один годик. И просто так вот мы ей бутылочка. И она показывает характер свой. И здесь очень важно быть принципиальными. Не идти на поводу детей. Потому что к 2, 3, 4, 5 годам папы и мамы начинают просто служить детям. Обычно папы зарабатывают деньги, а мамы носятся. Ребенок вылазит на маму. И он что хочешь делает с мамой. Он и на шею, и на голову. И знаете, ну здесь так много таких психологических есть у нас книг, кассет, в ютубе каких-то передач, которые говорят, что детей надо любить, что их надо воспитывать в любви, в нежности. И какая-то подмена происходит. По факту дети начинают управлять. И просто все крутится вокруг детей. Ну это же ребенок. Ну это же ребенок. И мы не ставим границы нашим детям. В результате дети становятся идолами. Я хочу показать три момента из Иезекииля 14 главы. Мы все еще здесь, в 14 главе. Давайте посмотрим. Здесь Бог говорит людям, у которых в сердце есть идол. И Бог говорит три вещи. Первое, Он говорит, я буду молчать. Помните, то есть Он очень ясно говорит, могу ли я отвечать им. Другими словами, я с ними не буду говорить. Хотя объясняет пророку почему. И пророк записывает это, это доходит до наших дней. То есть, другими словами, если в твоей жизни есть идол, то Бог замолчит в твоей судьбе. Это очень серьезное слово. Вы помните, был царь по имени Саул. Начиналось все так прекрасно. Самуил пришел в тот город, где жил. Саул, и вылил на него елей помазания. Это означало, что Бог избрал его. Ты избранник. И сказал слова, удивительные слова. Сказал, теперь делай все, что может рука твоя, потому что с тобою Бог. И он вдруг с простого человека превращается в царя. И Бог поручает ему одно дело. И он не послушен. Бог снова испытывает его, поручает ему второе дело. И он снова не послушен. И пророк Самуил, который был голосом Божьим, уходит от него, потому что Саул требует почтения к себе. И Самуил даже не отвечает на все это. Уходит от него. И в жизни Саула голос Божий затих. Я не знаю, что вы думаете о голосе Божьем, о водительстве Божьем. Но я хочу сказать вам, что это самое важное в моей жизни. Для христианина самое важное знать и понимать волю Божию. Когда я в воле Божьей, когда я в центре воли Божьей, даже если вокруг происходит что-то ужасное, даже если я среди ночи, посреди шторма, но я в воле Божьей, я в безопасности, чем если я без воли Божьей. Сижу у себя дома на своем диване уютном, а Бог хотел видеть меня в другом месте. У меня проблема. Бог замолкает, когда в жизни человека есть идол. Проверяйте свое сердце. Говорит ли с вами Бог? Ведет ли тебя Бог? Когда последний раз ты слышал голос Божий? Когда ты понимал, что это Бог так делал? Когда Бог направлял твои стопы? Вы знаете, как слепые котята многие христиане. Заключают какие-то договора. Берут кредиты. Я не против, если это разумный кредит. Но так часто такие кредиты, ипотеки, которые просто их делают рабами, или делают какие-то другие поспешные поступки. Куда-то переезжают, потом сожалеют, потом пытаются обратно вернуть все, потом уже все по-другому. Столько неразумных, глупых решений у христиан. Почему? Разве не говорит вам Бог? Разве не ведет Он тебя в твоей жизни? Помните, в Библии написано, Бог говорит, что Он вникает во все дела наши. Еще раз, во все дела. Бог ведет меня. Каждое мое дело я согласовываю с Богом. И для меня трагедией жизни было бы, когда Бог бы замолчал бы говорить со мной. Я делаю все, чтобы не оскорбить Святого Духа, чтобы я мог слышать Его голос, чтобы я понимал, что делать, что не делать, куда идти, куда не идти. Как деньги тратить, как не тратить деньги, что сейчас, какой сезон сейчас. Водительство Божие – это величайшая ценность, которой не имеет никто, только сын или дочь Божия. Так вот, если в сердце есть идол, первый признак – Бог замолчал, ты его не слышишь. Ты сам, ты сам. Помните, чем Саул закончил? Вот это молчание Бога привело его в состояние такой агонии, что он пошел к волшебнице, чтобы только понять, Боже, что дальше делать. Есть семьи, где играют в молчанку, никогда не делайте этого. Молчание – это ужасное состояние. Нет ясности, ты не знаешь, что. Делать, не делать, идти, не идти, стоять или нет, что делать, скажи мне что-нибудь. А он молчит, если в сердце есть идол. Бог молчит. Второе, что Бог говорит здесь. Здесь такое слово, слово «чужими». То есть мы становимся чужими для Бога. Я покопал это слово. На иврите это слово «зур». Вы знаете, что интересно? Это слово использовалось тогда, когда описывался акт измены. То есть, допустим, жена изменилась другим мужчиной. И потом она тихонечко приходит и ложится в кровать. Как будто ничего не произошло к своему мужу, с которым она жила раньше. Надеюсь, что она останется незамеченной. И эта измена, это прелюбодеяние останется незамеченным. Вот это слово «зур» описывает вот это отчуждение. Как будто бы мы, знаете, грешим и думаем, что все так же и останется. Но мы возвращаемся к Богу, Господь, благослови меня, как будто мы так незамечены. Ну, знаете, что происходит? Бог отворачивается. Они чужие люди уже теперь. Вот это слово «зур». И Бог говорит, вы для меня становитесь чужими. Вы прелюбодействуете духовно, когда в вашей жизни есть идол. Когда вы чему-то поклоняетесь больше, чем мне. Он отворачивается. Он не злой. Наш Бог добрый. Он не слой. Написано в Библии, что Бог поклялся не гневаться на нас и не укорять нас. Исайя 59, 4. Он не гневается, не укоряет, он плачет. Он относится к тебе, как муж к жене. Он свято чтит эти отношения. Он верный Бог. Но когда мы кого-то или что-то поднимаем выше Бога, мы совершаем духовное прелюбодеяние. Я мог бы пояснить, это больше есть текст Библии, который говорит о том, что происходит. То есть слово «блудодействовать» в Старом Завете используется очень часто. Причем так интересно. Смотрите, Еремия 3 глава, с 6 по 9 стихи. В 9 стихе там написано, «Явным блудодейством она осквернила землю и прелюбодействовала с камнем и деревом». Подождите, что? С камнем и деревом? Она, то есть, жена Израиль. Он относится к ней, как она. Она моя. Ты мой. И он говорит, что, но вся земля осквернена, потому что ты прелюбодействуешь с камнем и деревом. Скажите, как можно прелюбодействовать с камнем и деревом? Я отвечу вам, никак. Речь идет о духовных вещах. Камень. С камня делали алтари. Дерево. С дерева вылепляли идолов. В Библии написано, идол это ничто. То есть, идол это просто изделие из дерева какое-то на алтаре, на камне. Но сердце прилеплено к этому идолу, и Бог говорит, ты блудодействуешь. Богу все равно, идол, камень, дерево, Бог сотворил весь мир. Но твое сердце, в котором есть место для кого-то, для чего-то, больше, чем для Бога, это называется прелюбодеяние. И это грех. И это духовное прелюбодеяние. Итак, мы говорим, что когда у человека есть идол, он становится чужим Богу. И третий момент. Там сказано о том, что понесут вину беззакония своего. Какова вина вопрошающего, такова будет вина и пророка. То есть, будет наказание. Будет наказание. Бог молчит. После этого мы видим, что Бог называет чужим христианина, человека, у которого есть идол, и говорит, что будет наказание. Друзья, я хочу оставшееся время, у меня немного осталось времени поговорить об одном специфическом моменте, который я замечаю в семьях. И в последнее время почему-то чаще я это вижу. И я хочу поговорить об идольстве, которое я вижу в семейных парах, у которых есть дети, по отношению к детям. Я ничего не имею против, и я за то, чтобы мы любили наших детей. Писание говорит об этом, чтобы мы воспитывали их, и чтобы мы любили их. Но я хочу сказать, что Писание очень ясно и четко дает нам инструкции, как воспитывать детей. В Писании мы находим текст в послании к Галатам, в 4 главе с первого стиха. Там написано о том, что наследник ничем не отличается от раба, доколе в детстве. То есть, сын, ребенок ничем не отличается в детстве от раба, хотя он наследник всего. И вот здесь внимание, есть несколько сезонов воспитания наших детей. Первый сезон – это детство. Это приблизительно до 6 лет. В это время роль папы и мамы, они опекуны, они заботятся, они оказывают все необходимое для того, чтобы ребенок рос. Он ни о чем не беспокоится, он не понимает, сколько что стоит, он растет. Но в это время уже важно установить границы, потому что наследник, сын или дочь, дитё ничем не отличается от раба, доколе в детстве. Потом, с 6 до 12 лет – это другой период. И если мы не поймем этого, то у нас могут быть проблемы здесь. Это период, когда родители выполняют роль полицейского. И я не ошибся, когда я сказал это слово. Роль полицейского, который устанавливает правила. И здесь дети могут раздражаться на родителей. Вы скажете, пастор, написано, не раздражайте ваших детей. Да, но когда вы устанавливаете правила, когда вы говорите, что когда ты встаешь утром, ты должен после себя кровать заправить, ты должен следить за мусором, ты должен делать то, ты должен делать то. И вы в этот период времени выполняете роль человека, который устанавливает определенные границы, утверждает их и определенные принципы, по которым потом будет жить человек. Вы говорите ребенку нет, он знает слово нет. Вы приучаете его к тому, чтобы он был максимально самостоятельный. Вы приучаете его к тому, чтобы он взял на себя определенную ответственность, которую он может взять. С 12 до 16 лет роль родителей тоже меняется. Они становятся как тренеры. То есть они уже тренируют. Они, как старшие, показывают, как нужно жить. И именно в этот период дети схватывают уже не слова, а линию поведения. Как живут родители. С 16 до 18 лет мы становимся советниками для наших детей. И то часто они не хотят слышать наши советы. Но если до 16 лет мы вели себя правильно, мы не сделали их идолами, то после 16 лет они будут обращаться к нам за советом. И то не каждый раз. И нам нужно позволить им делать то, что они считают правильным, корректируя их, советуя их. Но мы уже установили определенные границы в их жизни. После 18, конечно, эти цифры, этот возраст условный, это плюс-минус. Но после 18 постепенно отношения трансформируются в дружбу. В то, что уже как друзья родителей. Но надо помнить, что родители всегда останутся родителями. Они никогда не могут быть такими же друзьями на таком же уровне. Поэтому я хочу сказать, что так часто бывает в жизни, что мы детей наших воспитываем неправильно. Мы просто любим их. А по факту мы делаем все, что они просят. Это как вседозволенность. Я хочу дать вам очень кратенько еще 4 разных подхода к воспитанию детей. Первый подход называется либеральный. Я его называю идольский подход. Это когда много любви и мало дисциплины. Вы сюсюкаетесь, вы на все говорите «да», лишь бы только ты не трогал меня, не беспокоил меня. Вы угождаете вашему ребенку. Много любви, мало дисциплины. Второй стиль – это безразличие. Родители дают мало любви и мало дисциплины. Им просто не до воспитания детей. Они очень заняты, у них карьера, определенные зависимости, устройство собственной жизни. И они их, соответственно, и не наказывают, и не реагируют на все то, что происходит. И, собственно говоря, особо там как-то выделить, что они их любят, тоже трудно сказать. Есть да есть дети. Дети по факту являются социальными сиротами, сиротами при живых родителях. Третий подход – авторитарный подход. Я сказал, родители дают мало любви, но много дисциплины. Они хвалятся, сколько они наказывают, какие у них правила. Правила на правила на правила, и все ограничено, все четко, все ясно. Каждое наказание в угол или ремень. Они лишают чего-то. Друзья, это неправильно. Нужно наказывать. Писание говорит, не жалей, розги. Но это не избиение ребенка своего, не путайте. Здесь при наказании нужна любовь, нужна забота. Когда мы наказывали наших детей, мы обязательно были уверены, во-первых, что мы не во гневе, во-вторых, что мы дадим достаточно много любви, потому что цель – это не наказать, чтобы показать свое превосходство над ними, а исправить и научить. Итак, третий подход тоже неправильный, авторитарный. Первый – идольский, когда много любви, мало дисциплины. Но это не любого по факту, это вседозволенность. Второй – это безразличие, когда мало любви, мало дисциплины. Третий – авторитарный. Я сказал, мало любви, много дисциплины. И, наконец, четвертый правильный библейский подход. Это авторитетный подход, единственный правильный подход. Родители дают много любви и много дисциплины. Здесь есть правило двух рук. То есть все воспитание между двумя руками, между любовью и дисциплиной. Я люблю, я обнимаю, я глажу. Но если ты переступаешь определенную черту, то я дисциплинирую тебя не рукой, а розгой, или словом, или просто чего-то лишая. То есть родители становятся постепенно авторитетом для своих детей. И как это сделать, друзья? Я думаю, что для этого нужно самим измениться. Само сердце родительское должно быть свободно от идолов. Оно должно быть прилеплено только к Иисусу. Оно должно поднять Бога на то место, на котором Бог и должен быть. Поднимая Бога на должное место. Возлюбите Господа Бога своего всем сердцем своим, всею душою своею, всем разумением своим, всею крепостью своею, всем целиком сердцем Бога. И когда Бог на первом месте, мы почитаем Его, мы поклоняемся Ему, мы не можем поднять детей наших, или что бы то ни было до уровня Бога, мы думаем о Господе, мы в действительности служим Богу. Тогда Бог будет заботиться, чтобы дать авторитет отцу и маме. Я очень благодарен Надюшке моей, потому что с ее помощью я бы сам, наверное, и не смог бы так воспитать детей, как вместе мы с ней воспитывали. И там, где я пропускал, она не пропускала. Но я так благодарен, что сейчас наши дети уже взрослые, и мы очень много общаемся, беседуем, и мы чувствуем, что мы друзья становимся. Хотя, конечно, родители всегда остаются родителями, дети, детьми, но они выросли уже. Но когда мы оглядываемся назад, у нас было много любви и много дисциплины. Не безразличие, не либеральный идольский подход, не авторитарный подход, просто я сказал так. Много любви, много сердца, много любви и много дисциплины. Поэтому, друзья, это здоровая атмосфера, которую Бог хочет, чтобы она была в наших семьях. Итак, еще раз, если в твоем сердце ты видишь, что ты прилеплен к чему бы то ни было, к ребенку своему, потому что это твой ребенок, ты любишь его, потому что Бог дал тебе его. Те, кто ждали долгое время, чтобы Господь дал вам детей, у вас есть опасность просто, ну, все сердце отдать вашим детям. И давайте будем помнить, что для Бога это грех. Идольство это грех. Он называет это грехом. Это духовное прелюбодеяние. Он замолкает, он ничего не говорит. Родители становятся, как слепые котята, не понимают, что делать дальше. Он называет чужими своих же детей, сыновей и дочерей, у которых так много чрезмерной любви. И он в результате наказывает. Я хочу, чтобы мы... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова